Подписывайся, комментируй, лайкай. Небольшой рассказ по жизни моего кота. Я, как обычно, просыпаюсь с утра, и где-то в поле моего зрения есть кот. Он либо спит, либо делает вид, что он спит. И как только я просыпаюсь, он сразу понимает, что я проснулся, он это слышит. Он сразу на меня смотрит. И кидает маячок такой. Погнали, хан. Насыпь, бахан. Убери горшок. Сделай все, погладь меня. Ну и так дальше. После того, как я совершаю все манипуляции, в которых кот нуждается, я, наконец-то, могу приступить к тому, что нужно мне. Но это не точно. Потому что в любой момент ему может снова что-то понадобиться. Но, допустим, все-таки ему больше от меня ничего не нужно. И он оставляет меня в покое на какое-то время. На полчаса, на час. Это неизвестно, это всегда рандомно. Я сажусь за компьютер, начинаю писать ролики. Так как я обозреваю их. Именно в этот момент ему что-то от меня нужно. Постоянно. Он на меня смотрит, как будто бы он прекрасно понимает, что я занят. Но его это мало волнует. И мне снова приходится совершать круг почета по всем его стандартным хотелкам. Потом он бросится на улицу. Он притягивает из спальни свой поводок в зубах и стоит и смотрит на меня. Он иногда ведет себя как пес. У меня нет выбора. Мы отправляемся гулять. Возвращаемся домой после прогулки. И он снова смотрит на меня с таким взглядом, как будто бы ему снова нужно, чтобы я совершил все его хотелки. Насыпал покушать, убрал горшок, погладил. Он же совершил подвиг, он погулял. А еще он любит смотреть, как я играю. Наконец-то время подходит к вечеру. Пора уже ложиться спать. Все дела сделаны. Кот накормлен. Мы все накормлены. Все убрано. Мы ложимся спать. И что в этот момент делает кот? Вы думаете, он тоже спать ложится? Нет. Он не ложится спать. Он начинает орать на всю квартиру. И мне приходится вставать и снова играться с котом. Или как-то его успокаивать. Или снова насыпать ему покушать. Или дать ему какие-то вкусняшки. То есть, те, которые не касаются обыденной еды. То есть, развлечь его как-то. После того, как он развлекся, все его успокоило. Везде свет потушенный. Он наконец-то находит место. Наконец-то засыпает. Но это неудобно. Ему среди ночи еще снится что-то. И он просыпается и снова начинает кричать. Но если мы крепко спим, он будет нас кусая за лицо. Или за руки. Или за локти. Вот такой вот у нас кот. Пока я пишу этот ролик, он тупо сидит и смотрит на меня. И сейчас на меня дошло. Я слил только что в сеть всю инфу о коте. Я думаю, он не отомстит.